Педагог истории и общества знания Рита Дзыгоева 5 октября отмечает двойной праздник. Именно в этот день, 29 лет назад, в День учителя, она первый раз переступила порог 9-й школы в качестве преподавателя. В 1991 году началась ее трудовая деятельность. «Девятая школа – мой второй дом, ведь я еще и выпускница этого учебного заведения», рассказывает Рита Васильевна. «Мне было 5 лет, меня привели в эту школу, тогда был нулевой класс, я вот с этого времени в этой школе». Рита Дзыгоева окончила исторический факультет Уральского государственного университета в Екатеринбурге. Вернулась на родину в 1989 году, когда в республике было уже неспокойно, а грузинский агрессор не собирался останавливаться. Рита Васильевна вспоминает тогдашнего директора, который пригласил ее работать. «Исак Григорьевич, директор школы, это и тогда царство ему небесное, был моим учителем, и Зима Романовна, она была тогда завучим. Они каждый раз меня приглашали, иди в школу, иди к нам в школу, а я так боялась школы. Пришла вот, с тех пор я непрерывно работаю в этой школе, и ни дня не пожалела, никогда». Изучать ее предмет совсем несложно, так что особых проблем с учениками не возникает. Но кроме истории, много времени уходит на воспитательную работу. Быть отличником – не главное, надо стать еще и хорошим человеком. «За успехи и достижения учеников всегда испытывают чувство гордости. Это равносильно тому, как родители радуются успехам своих детей», – говорит Рита Дзыгоева. На протяжении 29 лет она зарекомендовала себя достойным, знающим и любящим свое дело педагога. Эти качества, несомненно, послужили тому, что в 2003 году ее назначили завучим школы. С нелегкой задачей ей помогают справляться коллеги. «Ну, поначалу вообще было очень сложно, очень, потому что у завучи работы просто, ну, очень много. Она никогда не заканчивается, действительно. Завуч вообще как диспетчер. Самое главное, я вообще считаю, что если я, допустим, чего-то достигла вот в этой школе, это благодаря своему коллективу. Я просто горжусь, что работаю вот с таким коллективом, и я всегда чувствовала поддержку. А когда у тебя есть такой коллектив, ой, можно горы свернуть». Рита Васильевна воспитала не одно поколение достойных учеников. Среди них есть и те, которым ее пример помог определиться в выборе будущей профессии. «Я до сих пор помню ее уроки, и во многом выбор моей будущей профессии связан с ней, стать учителем, учителем истории. Сегодня, работая с ней в одном коллективе, будучи коллегами, я очень многому у нее учусь. Какой бы вопрос ни был, и по работе, и вообще, как человек, всегда она поможет, она наставит». «Она очень уважаемый человек, и мы все ее очень не только уважаем, но еще и любим. Она нас и ругает, она нас и хвалит, и смеется с нами, и стихи с нами читает, и анекдоты рассказывает. То есть, без нее в учительской будет очень скучно». В завершении беседы Рита Васильевна адресовала поздравления коллегам. «Очень хочу всем своим коллегам, всем причастным вообще вот ко дню учителя, пожелать прежде всего здоровья. Это очень важно в наше время, здоровья, терпения. Я очень хочу, чтобы они были успешны, чтобы они были удачливы. И, упаси нас Боже, еще раз встретиться с дистанционным образованием». Весь педагогический состав выразил надежду, что несмотря на нестабильную обстановку из-за пандемии коронавируса, школы не закроют на карантин. И учащиеся смогут пройти весь учебный материал.